доброго времени суток подписчики и гости канала а если вы впервые на этом канале я настоятельно посоветую оформить подписку чтобы не пропускать новинок и быть в курсе событий даже самым выдающимся бойцам иногда приходится терпеть поражение но это ничуть не сказывается на их репутации хотя бы потому что на каждое поражение они отвечают несколькими победами немногим уникумом удается продержаться на ринге почти непобежденными в течение долгого времени одним из таких уникумов является денис алексио за 20 лет занятий кикбоксингом побежденный лишь дважды денис алексио американский боксер кикбоксер и актер он играл вместе с жан-клодом ван дамом фильме кикбоксер 1989 года получил небольшую второстепенную роль в фильме триггер пикассо 1988 чаще всего денис проявлял себя в соревнованиях в полутяжелом и тяжелом весе денис алексио родился 12 марта 1959 года штате калифорния при рождении его звали денис реймонд дик за прекрасные успехи в кикбоксинге где он одержал 68 побед и потерпел только два поражения ему дали прозвище терминатор самого детства денис был хорошим спортсменом показывал хорошие результаты играя в баскетбол бейсбол и футбол кикбоксингом он увлекся не сразу сперва он обучался таким боевым искусством как кадзу кембо с гавайских островов и танцу до корея ну а потом уже в дело пошел и кикбоксинг и со временем денис понял что в этом виде спорта ему практически нет равных в качестве профессионального кикбоксера денис алексио зарекомендовал себя уже в 1980 году именно в этом году сразившись на одном ринге с майком кингом он проиграл ему поединок техническим нокаутом но боец не спешил сдаваться следующие 17 побед доказали его непревзойденный талант продолжая делать огромные шаги в кикбоксинге денис алексио начал биться с соперниками посерьезнее одним из них был дон дракон уилсон который считался одним из лучших спортсменов-профессионалов выпуск о нем ищите на канале это противостояние завершилось в пользу дона денис отдал победу так как борьба проводилась в родном городе уилсона алексио предположил что его соперник одержал победу только по решению администрации родного города от повторного поединка дон дракон уилсон отказался после этого проигрыша денис алексио снова и снова начал одерживать победы с 1987 по 1991 года денис перешел на соревнования по тяжелому весу на протяжении этого времени денису дважды удалось отстоять выигранный пояс в боях с претендентами на чемпионский титул период с 1984 по 1985 денис профессионально занимался боксом за это время он одержал семь побед причем пять из них нокаутом последним поединком в карьере знаменитого кикбоксера был бой 18 декабря 1999 года с гордоном минерсом денис одержал блистательную победу и стал восьмикратным чемпионом мира в конце 1990 денис алексио перебрался в гавайи там он пополнил свое резюме еще двенадцатью победами 16 марта 1992 алексио вышел на бой против одного из самых опасных противников когда-либо встречавшихся ему на пути хорватского бойца муай тай бранко цикатича на протяжении всех трех раундов соперники практически не уступали друг другу в силе следующем раунде алексио допустил небольшую ошибку при ударе итогом напряженной битвы стала техническая ничья после этого денис одерживал еще целую серию побед несмотря на достаточно успешную спортивную карьеру у дениса алексио были проблемы с законом притом не раз сперва кикбоксера обвинили в мошенничестве за неуплату алиментов в результате чего его приказали задержать в 2016 году денису алексио были предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве несмотря на старания адвокатов спортсмену дали 15 лет тюрьмы в апреле 2017 года и теперь он отбывает наказание федеральной тюрьме в аризоне ну а сейчас давайте посмотрим на самые интересные моменты из поединков дениса алексио денису алексио 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 алексио